Здравствуйте! На 12-м канале Час Новостей. В студии Анна Кокорина и главная сегодня. Купальники снова в моде. В регион пришло долгожданное тепло. А мечей зовут на пляже, но заходить в воду не рекомендуют. А вот садоводов накрыло черным снегом. Необычные осадки выпали в дачном поселке. Домой через полосу препятствий. Я уже боюсь здесь съездить, что здесь бампера все свои оставлю. Жителям Пятой Северной проложили трубы, но оставили без дороги. Кто и когда наведет порядок. Спасательный круг для приангарья. Нельзя быть в стороне, а кто чем может. Продукты питания, какие-то вещи. А мечи собирают помощь для жителей затопленной Иркутской области. Омска-Казань развивает сотрудничество. Зачем омский губернатор отправился в Татарстан. Выступят при аншлаге на родной сцене. Вообще про омскую драму не очень легко говорить. Здесь я родился вот абсолютно как артист. Именитые артисты театра на Васильевском привезли в Омск лучшие спектакли. И с оглушительным успехом. Я в восторге от того, что я увидел сегодня. Марафон джаза услышало рекордное число омичей. В Омск пришло долгожданное тепло. Сегодня термометры зафиксировали плюс 24. Температура будет повышаться и дальше. Синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду на всю эту неделю. К среде установится плюс 31. Правда, возможны ливни и грозы. В целом же метеорологи обещают теплый и не очень дождливый июль. Ну и сегодня, несмотря на первый рабочий день, многие поспешили на городские пляжи. В надежде получить золотистый загар, не выезжая из Омска. Первые денечки, надеемся, этой неделе будет тепленькой. Позагораем хоть. Весь июнь ждали омского лета. И наконец-то к нам в город Омск пришло солнышко. Столько людей радостно сегодня посещают этот пляж. Потому что просто я сама только позагорала. Это просто очень шикарно. Солнца не было, только сейчас начинается. Сказали, обещали, что неделю будет тепло. Хоть позагораем, покупаемся. Первый раз купался. Всё. Вот так будет классно. Между тем, купаться в РТШ по-прежнему не рекомендуют. И из 44 проб 23 не соответствует гигиеническим нормам. А вот в воде в питьевых фонтанчиках вредных примесей не обнаружили. Кристально чист, абсолютно безопасен и песок. Его впервые добыли не в карьере, а со дна реки. И он не содержит комков из глины, грязи и осколков стекла. В общей сложности на пять городских пляжей завезли 500 тонн нового песка. А вот садоводы советского округа жалуются на осадки, которые выпали на территории дачного кооператива в Нефтяниках. Фотографиями люди поделились в социальных сетях. Жители заметили на стеклах автомобилей и теплицах странные хлопья. И назвали их черным снегом посреди лета. Со слов горожан, осадки в виде сажи выпадают здесь постоянно. Однако в Министерство природы никто не обращался. Пустили в дом горячую воду, но оставили без дороги. Больше года во дворы на Пято-Северной местные жители заезжают по колее, а в дожди буквально тонут в грязи. Проезд здесь перекопали прошлым летом. Ресурсники меняли водопровод. Вот только ремонт затянули, а навести порядок обещали к первому июня. Но даже спустя месяц после назначенной даты во дворе мало что изменилось. В чем причина, выяснила Екатерина Балучевская. Жильцы домов на Пято-Северной едва сдерживают эмоции. Еще месяц назад на этом межквартальном проезде должен был появиться асфальт, бордюры и большие клумбы. Но сегодня только сплошные ухабы. Здесь происходит бардак. Я уже боюсь здесь съездить, что здесь бампера все свои оставлю. В негодность дорога пришла по вине ресурсников. В прошлом летом они начали прокладывать здесь водопровод. Когда вскрывали полотно, заверили. К концу работы его полностью восстановят. Однако планы изменились. Сдать новые коммуникации у специалистов получилось только в декабре. При том, что по графику горячую воду должны были пустить в дома еще в начале осени. В итоге раскопанную землю так и не убрали. Как только ударили морозы, она застыла, а этой весной поплыла. Вот так дорога выглядела в марте. Вязкое черное месиво. Жители передвигаются только в непромокаемой обуви. Машины буксуют. Тогда в окружной администрации отметили. Участок на контроле. Подрядчиков обязали отремонтировать дорогу до 1 июня. Сроки прошли, но спецтехника на объекте ни разу не появлялась, говорят местные. Разве что грязь засохла до первого дождя. Когда проходили дожди, здесь просто невозможно ни ходить, ни ездить, ни выходить. Очень большое месиво здесь, большая грязь. Что приходится даже порой спагетовать, чтобы перейти или куда-то сходить. Отчаявшиеся жильцы говорят, уже не верят, что разбитую дорогу когда-нибудь восстановят. Но мы выяснили, грунтовый проезд все-таки заасфальтируют. Правда, не раньше, чем через пару месяцев. Администрация выдала ресурсникам разрешение на продление работ до 1 сентября. На основании того, что они не выполнили полный комплекс мер по восстановлению благоустройства и по замене различного оборудования, они обратились к нам с соответствующим заявлением. В результате был совершен комиссионный выезд. Факт того, что ими действительно работа не в полном объеме выполнена, подтвердился. И на основании этого ордер был продлен. Интересно, что ресурсники действительно планировали восстановить дорогу к 1 июня. В начале мая они объявили конкурс, но ни один подрядчик не стал браться за этот объект. Об этом нам также сообщили в окружной администрации. Уже в эту среду будет дан старт повторному аукциону. Если желающие провести благоустройство на 5-й Северной ремонтнике найдутся, они, по словам представителей тепловой компании, сразу же начнут работы. В этом случае улицы могут вернуть прежний вид уже к началу августа. Крайний срок восстановления – сентябрь. Екатерина Булучевская, Илья Яковленко и Сергей Никифоров. 12 канал. Спасибо. В том числе выполнил глубоководное погружение. В ближайшее время субмарина направится к месту постоянной дислокации. Крейсер может уходить под воду на 500 метров и ходить среди океанских просторов до 120 суток. В составе экипажа – 130 человек. Шефом подводного крейсера с 13 апреля 1993 года является город Омск. Омская область планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан в экономической, культурной, социальной и других сферах. С рабочим визитом в Казань сегодня отправился губернатор. У Александра Буркова запланирована встреча с президентом Рустановым Минихановым. Омская делегация намерена изучить опыт Республики по созданию территории с особыми условиями ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Обсудить вопросы кооперации сетевых научно-исследовательских лабораторий в нефтехимии, сельском хозяйстве и информационных технологиях. Эти направления считаются наиболее перспективными для взаимовыгодного сотрудничества нашего региона и Татарстана. Договор с Республикой об основных принципах торгово-экономических, научно-технических и культурных связях действует с 2000 года. Амичи начали собирать гуманитарную помощь для Иркутской области. В Приангаре введен режим ЧАЭС. Здесь случился крупнейший в истории поводок из-за непрекращающихся дождей. Пункт по сбору продуктов и вещей в нашем городе открыли на Влачаевской, 11, и сюда уже приходят люди. Вообще мы как бы одна страна, и я думаю, нам должно быть не безразлично, что происходит у наших соседей. Даже если это очень далеко, но это может коснуться и нас. Поэтому я думаю, здесь нельзя быть в стороне, а кто чем может. Здесь мы же не говорим о том, что это что-то должно быть очень дорогое, непосильное. Продукты питания, какие-то вещи. То есть все мы в состоянии сделать хоть и небольшой вклад, а все по чуть-чуть, и получается, что мы можем помочь тем людям, которые пострадали. Вот сегодня второй день работы. Мы, соответственно, видим, что жители через средства массовой информации, через социальные сети узнают о том, что куда можно принести вещи, продукты питания, и, соответственно, уже начали потихоньку приносить. Штаб работает у нас с 9 утра до 8 вечера каждый день. Соответственно, ждем неравнодушных жителей, которые готовы помочь нашим сибирякам в нелегкой минуте. Затопленными в Приангарье остаются полсотни сел, деревень и поселков. Эвакуировали почти 10 тысяч человек. Пострадавшие находятся в пунктах временного размещения. Во время наводнения погибли 5 человек, 97 госпитализированы. Оперативное совещание в Иркутской области провел Владимир Путин. Президент потребовал обеспечить людей всем необходимым и незамедлительно начать восстановление инфраструктуры. К слову, в этом году Омская область также пострадала от паводка, но его масштабы несравнимы с тем, что сейчас происходит в Приангарье. За прошедшие сутки в Омске полицейские задержали 37 пьяных водителей. Это почти в два раза больше, чем обычно. С чем связан рост негативной статистики непонятно. Одна из аварий с участием нетрезвого шофера произошла в субботу на бульваре архитекторов. Водитель большегрузного автомобиля Рено не справился с управлением. Машину опрокинуло, после чего она столкнулась с двумя иномарками, ехавшими по встречной полосе. Выяснилось, что водитель грузовика был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Врачи осмотрели его, но госпитализировать не стали. Травмы были несерьезными. В отношении нарушителя возбуждено административное дело. Проводится проверка. Между тем, в Омской области могут ввести сухой закон. Действовать он будет в некоторые праздничные дни. С такой инициативой выступила главный врач областного центра медицинской профилактики Вероника Бастрыгина. В регионе был проведен опрос на тему, какие праздники амичи видят свободными от алкоголя. Отказаться от крепких напитков жители области готовы 1 сентября, в день защиты детей, в день матери, день отца, а также в дни проведения выпускных вечеров. Вероника Бастрыгина предложила на законодательном уровне запретить продажу алкоголя в эти дни по всему региону. Кроме этого, общественники среди них. Известный омский боксер, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, обратился к властям с просьбой принять в Омской области закон, который бы ограничил продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, а также в пристроенных к ним помещениях. Такие ограничения, к примеру, уже действуют в Пензенской и Самарской областях, а также в Краснодаре. Омичи, припарковавшие свои автомобили на зеленых насаждениях, попали в объектив комплекса «Паркнет». И в ближайшие дни несколько десятков водителей получат документы на оплату штрафа. В них будут фото, сделанные с помощью специального беспроводного устройства. На снимке отразят государственный номер автомобиля, место и время нарушения. Сегодня правила благоустройства нарушили водители, оставившие машины на улице Губкина. Всю информацию с «Паркнета» передают в Центр обработки данных при административных комиссиях, а уже после по почте приходит штраф. Система подразумевает автоматическую фиксацию адреса, то есть он со спутником связан, и он автоматически фиксирует местоположение. Ну а мы, соответственно, выбираем те автомобили, которые конкретно стоят на участках, имеющих зеленые насаждения. Делается фото, затем мы делаем запрос, устанавливаем владельца, собственника автотранспортного средства. После этого устанавливаем через ФМС место жительства, ну и, соответственно, потом направляется в письмовской танцы. Аппаратно-программный комплекс «Паркнет» разработан специально для городских служб, которые следят за правилами благоустройства. Они выезжают к спортивным и детским площадкам. Именно здесь часто паркуют машины. Так комиссия реагирует на обращения граждан, и эта проверка уже четвертая за лето. 250 автовладельцев получили письма с требованием оплатить штраф. Сумма до 1 тысячи рублей. Если нарушитель попадет в объектив «Паркнета» дважды за год, штраф увеличивается до 2 тысяч. Таким образом, администрация города борется с незаконной парковкой на местах зеленых насаждений и детских площадках. С сегодняшнего дня ежемесячная выплата на третьего и последующих детей увеличилась. Ранее семьям начисляли по 9 тысяч 85 рублей. Теперь родители будут получать на 790 рублей больше. Эту меру соцподдержки предусматривает национальный проект «Демография», который реализуется в регионе. Право на выплату есть у многодетных, чей доход на каждого члена семьи, включая детей, не превышает 26,5 тысяч рублей. Пособие выплачивают по достижению ребенком трех лет. Специалисты Министерства труда и социального развития региона напоминают, что необходимо написать заявление на получение выплаты. Для оформления документов нужно обратиться в многофункциональный центр по месту жительства. Семь тысяч амичей посетили первый сибирский джаз-фестиваль. Это событие в федеральной прессе уже назвали явлением, а в соцсетях участники делятся фотографиями и впечатлениями, называя фестиваль любовью с первого звука, наслаждением и праздником музыки. Марафон джаза проходил под открытым небом в парке Накоролева. Для омичей выступали музыканты с мировым именем, певица с островов Зеленого мыса Нэнси Виера, соло-артист из Великобритании Тони Мамрель и Денис Мужуков. Единственный русский исполнитель, который носит официальное звание король рок-н-ролла. Подробности у Натальи Бельской. Джазн-ролл – зажигательная смесь. От арт-директора фестиваля знаменитого джазового пианиста Даниила Крамера и российского короля рок-н-ролла Дениса Мужукова. Эту совместную программу они уже исполняли на многих фестивалях. Но даже таких опытных музыкантов удивила омская публика. Здесь теплая, хорошая публика. Вот видите, горячая сибирская. Мы уже, я не помню, какой по счету концерт играем джазн-ролл, но успех гарантированно, и мы очень довольны. Нам самим нравится. После каждого выступления мячи встречались в джаз-клубе. Здесь, на выставке, можно было познакомиться с биографией известных джазменов, например, Бенни Гудмана или Глена Миллера. А во время беседы уже с участниками фестиваля задать вопрос своему кумиру. В первую очередь ждал хедлайнера Дениса Алексеевича Мужукова. Потрясающий музыкант, известный мне по работе с группами «Браво», с «Воскресенья», с «Машиной времени». Музыкант невероятного таланта, который в Европе собирает залы. И просто я в восторге от того, что я увидел сегодня. Первый сибирский джазовый фестиваль можно было бы назвать еще танцевальным. В течение 10 часов парки на Королева сразу на двух сценах. Большой и малой прошло 7 концертов. А мечи зажигали под свинг, рок-н-ролл, буги-вуги. Медленно кружились под португальские морны. Баллада о любви. Это чудо, да, что можно в Томске очень высокий уровень музыкантов, конечно, посмотреть. Что не нужно никуда ехать, например, в Томске на природе отдохнуть всей семьей. Большое счастье. Короткие минуты отдыха между танцами о мече отправлялись фотографироваться. О джазе в парке напоминало все. Инсталляция о томских художниц в виде саксофона, картины и даже комиксы. Мы сейчас идем по аллее комиксов о первом сибирском джаз-фестивале. Вот на этом листе его рецепт. Берем самую большую кастрюльку, добавляем щепотку британского соула, мягкий португальский вокал, немного польского фолка, венгерскую классику и джаз. Получается весьма насыщенное и эмоциональное блюдо. В этом убедились Наталья Бельская, Сергей Никифоров, 12 канал. Но уже в эту субботу в парке на Королевой еще одно масштабное событие. Здесь пройдет театральный уикенд. На нем амичи тоже увидят звезд, в их числе и Антон Макарский. Российский актер и певец исполнит легендарную композицию Белли из мюзикла «Нотр-дам-де-Пари». Весь день на открытой площадке один за другим будут идти спектакли. Только омский музыкальный подготовил 42 выступления. Чтобы их показать, артисты привезут в парк больше 200 костюмов. Во время театрального уикенда не забудут и о любителях дачного отдыха. Всех гостей пригласят разбить вишневый сад. Амичей ждут фотозоны, театральные инсталляции, выставки и викторины. Запланированы развлечения и для юных зрителей. Тем более, что вход для детей до 7 лет бесплатный. Итак, в эту субботу, 6 июля, в парке на Королево. Ну а вот, что вы увидите далее в нашей программе. Знак качества «Меркурий». В магазине без него продукт не будут принимать. Как покупатели смогут выбрать качественное молоко, сметану и сыр. Выступят при аншлаге на родной сцене. Вообще, про омскую даму не очень легко говорить. Здесь я родился вот абсолютно, как артист. Именитые артисты театра на Васильевском привезли в Омск лучшие спектакли. И не имеют проблем с дикцией, и не просятся в отпуск. Телеведущих заменят виртуальные роботы. Молочная продукция под знаком «Меркурия». С сегодняшнего дня производители молочки обязаны оформлять электронные ветеринарные сертификаты. Их включат в автоматизированную информационную систему «Меркурий», которая разработана для борьбы с фальсификатом и позволяет отслеживать путь товара от поля до прилавка. Уже год по такой системе работают производители мяса. За это время база данных помогла инспекторам Россельхознадзора обнаружить сотни нарушений. И главное, не выпустить на прилавки сомнительную продукцию. Убедиться, что на Полкин не фальсификат могут не только специалисты, но и покупатели, как узнала Эльна Смирнова. Это ферма одного из крупных предприятий, производящих молоко. Самая продуктивная в регионе. 9 тонн молока в год здесь получают с одной коровы. Всего здесь 550 животных галштинской породы. В общей сложности из четырех таких ферм на производство поступает в среднем 45 тонн сырья в сутки. А вот готовые продукции выпускают меньше 30 тонн за смену. Это показатель того, что молоко на заводе не разбавляют. Сначала в специальных емкостях обезжиренное молоко отделяют от сливок, после пастеризуют и используют для приготовления кефира, йогурта, сметаны. Обходятся не то, что без примесей, не используют даже крахмал. На каждом этапе специалисты следят за качеством. В лаборатории проверяют молоко, сметану, ряженку, замеряют кислотность и массовую долю жира. Все данные заносят в обязательный ветеринарный сертификат в системе «Меркурий». В нашем штате работают четыре ветеринарных врача, которые в круглосуточном режиме оформляют ветеринарные документы, чтобы последить качество продукции. Свертикат дается водителям, экспедиторам, которые разводят продукты уже по магазинам. И там в магазине по ветеринарным сертификатам их уже принимают, потому что без него продукт не будут принимать. Сейчас под знаком «Меркурия» производят и продают сливочное масло, сыр, сгущёнку, молоко и сливки. А ровно год назад к системе присоединились производители мяса и рыбы. С помощью базы данных инспектора Россельхознадзора не выпустили на прилавок тонны сомнительной провизии. Только за последние полгода обнаружили 250 нарушений. Шесть небольших мясных лавок продолжали работать инкогнито, нелегально торговали не сертифицированной говядиной. А одно предприятие и вовсе в качестве сырья закупало курицу, а в магазины поставляло якобы деликатесы из свинины. Когда разночтение вскрылось, компанию закрыли. Специалисты говорят, убедиться в том, что на полках не подделка, а сертифицированный продукт может любой покупатель, что называется, не отходя от кассы. Простой потребитель может при наличии номера ветеринарного документа, если, допустим, происходит реализация в магазине, всегда потребитель может обратиться для предоставления документов. И по данному номеру документов в смартфон забивается номер документа через определенную программу. И далее он видит всю информацию уже самостоятельно. Уже 1 ноября электронные ветеринарные сертификаты будут оформлять еще и на кефир, йогурт и мороженое. Елена Смирнова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Сегодня стало известно, что новым исполнительным директором компании регионального оператора по обращению с отходами стал Александр Чернов. На этом посту он сменил Ирину Казанцеву. Управленческий опыт нового топ-менеджера более 20 лет. За три месяца на руководящей должности в транспортной компании регионального оператора он смог успешно организовать схему вывоза отходов в городе. Теперь Чернову предстоит разработать и утвердить дорожную карту по устранению замечаний со стороны региональных властей, а также наладить бесперебойный вывоз мусора на территории всего региона. Тем временем жалобы и предложения по вывозу мусора и порядку начисления оплаты за услугу теперь можно будет высказать на приеме в офисе компании регионального оператора. Первая встреча прошла сегодня. На вопросы о МИЧе отвечает эксперт в сфере ЖКХ Александр Лихачев. Предварительной записи не требуется. Единственное условие – иметь при себе паспорт. Встречи будут проводить по понедельникам по адресу Ильинская, 4, офис 21. Начало в 17 часов и до последнего посетителя. Один за всех. АМИЧ Андрей Неридный сегодня отправился в одиночный велопробег из Питера в Омск. Почти 4000 километров волонтер благотворительного фонда «Радуга» преодолеет ради детей. В пути АМИЧ проведет 20 дней, еще 8 посвятит встречам с волонтерами и сотрудниками детских палеотивных центров в городах России и Казахстана. В своей поездке Андрей хочет обратить внимание на огромную роль, которую играют в хосписы, в жизни детей с неизлечимыми заболеваниями и поддержать Омский дом радужного детства. Когда из жизни уходят люди взрослые, это одно, а когда с этим вынуждены столкнуться дети, это трагедия, о которой нельзя молчать. И сделать их жизнь на этой земле немного добрее, немного ярче помогает именно Дом радужного детства. Поэтому хочется оказать настоящую помощь этим людям. Дом радужного детства – единственный в Сибири детский хоспис европейского уровня. Здесь неизлечимо больные дети бесплатно получают восстановительную терапию, а родители могут отдохнуть от постоянного ухода за ребенком. В апреле центр принял первых пациентов, но строительство еще не завершено. Сейчас ведется сбор средств на возведение спального корпуса. Сегодня начались гастроли театра на Васильевском, которые в нашем городе в шутку называют питерским филиалом Омской драмы. Сразу несколько любимых артистов – Надежда Живодерова, Сергей Лысов и, конечно, Юрий Ицков – вернулись на родную сцену, где начинали свой творческий путь. Вообще про Омскую драму не очень легко говорить, потому что, ну как, это родильный дом мой. Здесь я родился вот абсолютно, как артист. Я приехал в театр. Щеголев, Каширин, Ченишвили, Теплов, Степун, Псарева, Надеждина, Аросева. Это плеяда, это вы никогда не соберете, не увидите. Только в лучшие времена. В Александринке, в Петербурге, когда был Толубеев, Меркурьев, Борисов, когда в БТТ был Капелян, Жельчик, Лавров, это вот, это великий труд собрать такую труппу. Но и поэтому и результат. Вот их уже нет, уже нас нет, а театр держится. Вот это все в стенах и в сцене заквашено. В Омск театр на Васильевском привез свой лучший репертуар. Здесь актеры из Петербурга покажут спектакли, созданные на основе русской классики. «Женитьбу Гоголя», «Беспреданницу Островского» и постановку «Идиот» по роману Достоевского. Откроют гастроли мещани Максима Горького. После легендарной постановки Георгия Товстоногова советские и российские режиссеры не брали за эту пьесу более полувека. Паузу прервал Владимир Туманов. Сегодня даже в северной столице сложно попасть на этот спектакль. Он пользуется популярностью и в городах России, и за рубежом. В Омске билеты раскупили в первые дни после открытия продажи. Омский «Авангард» закрыл вратарский вопрос. Сегодня ястребы объявили о подписании однолетнего контракта с бронзовым призером КХЛ и чемпионата России Александром Судницыным. 31-летний галкипер ранее выступал за нефтехимик, локомотив и трактор. Всего в КХЛ на счету вратаря 214 матчей, 81 победа и 21 матч на ноль. Он способен играть как роль первого номера в команде, так и быть надежным бэкапом. Во всех командах, где он выступал, специалисты отмечали его надежность и хорошую технику, отметил президент клуба Максим Сушинский, роль новичка в команде. Напомним, ранее в «Авангард» вернулся омский воспитанник Денис Костин, а сменщик Игоря Бобкова Иван Налимов объявил о желании попробовать свои силы в НХЛ. О других новостях спорта в ежедневном обзоре Алексея Дарьева. Чемпионат России по индивидуальной программе и первенство страны в групповых упражнениях завершились в новом дворце художественной гимнастики имени Ирины Вина-Русмановой в Лужниках. Их участниками стали примы российской и мировой гимнастики. Не затерялись среди сильнейших и наши спортсменки. Команда Омской области в составе Дианы Даймухаметовой, Дианы Зиновьевой, Ольги Изотовой, Ксении Роткиной, Дианы Шараповой и Софии Шарыгиной стала серебряным призером первенства в групповом многоборье, а также завоевала серебро в финале с пятью обручами. Еще одна омская звездочка отличилась на всероссийских соревнованиях «Надежда», также проходивших в столице. Елизавета Скатынянская была лучшей в многоборье. Омская грация выиграла три из четырех видов и стала обладательницей золота. В Калужской области завершились состязания пловцов за Кубок страны. В заплывах участвовали 12 спортсменов из Омской области. На пьедестал удалось пробиться нашему опытному международнику Рустаму Гадирову. Он стал вторым на дистанции 200 метров брасом, преодолев ее за 2 минуты 11,13 секунды. На стадионе «Динамо» состоялся дружеский турнир по мини-футболу Кубок справедливости. Организатором мероприятия выступило Омское региональное отделение партии «Справедливая Россия». Турнир проводился по олимпийской системе с выбыванием после поражения. В финале за первое место сразились две команды «Справедливая Россия». По итогу турнира третье место заняла команда «Прогресс». Второе – «Справедливая сила». Ну а победителем Кубка справедливости стала команда регионального отделения партии. И последнее. Нападающий Ансель Галимов покидает «Авангард». Об этом информирует пресс-служба Омского хоккейного клуба в Твиттере. В минувшем сезоне 28-летний Галимов провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности плюс пять. В плей-офф хоккеист не сумел отметиться результативными действиями, проведя восемь игр. Алексей Адарьев, 12 каналов. И последнее. Виртуальный робот с искусственным интеллектом заменит телеведущих. Технологии будущего представили российские и китайские разработчики. Выпуск новостей, проведенный роботом. Прототипом виртуального двойника стала сотрудница информационного агентства ТАСС Елизавета Зеленская. Ее электронная копия свободно говорит на русском, повторяет речь и мимику. Может передавать и эмоции, где нужно сохраняет серьезность и радуется, если позволяет тема. Фактически выполняет все обязанности реального телеведущего, но в отличие от него никогда не ошибается и не устает. Всем привет, я Лыза, виртуальный телеведущий. Я была разработана совместно с китайской компанией СОУГОУ. Нужно только вести текст, и я буду точно и безошибочно вести вещание, как настоящий телеведущий. Однако при этом мне никогда не потребуется отдых. Разработка впечатлила многих экспертов. И все же некоторые отметили, что заменить реального телеведущего электронной копии не удастся. Особенно в тех редакциях, где выпуски новостей проходят в прямом эфире и отличаются реальными включениями смес событий. Так что и на 12-м канале такая новинка вряд ли приживется. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде завтра, 2 июля по области. В Омске солнечно, температура воздуха в районах ночью плюс 12-16, днем потеплеет до плюс 25. В Омске ночью 13 градусов со знаком «плюс», днем термометры покажут 23 градуса выше нуля. Ветер восточный 6 метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и хорошего вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok